ребята всем привет с вами александр вы на канале минер у нас сегодня смешанные новости из мира майнинга криптовалют финансов и железа не забудьте подписаться а мы погнали что у нас биткоин ну биткоин в общем-то неплохо дорос до 66 почти 67 тысяч обновил х и сейчас пошел в коррекцию принципе классическая троечка может выглядеть вот примерно вот так вот по скромному плану будет нас 1057 и желательно не опускаться ниже 52 700 иначе это уже будет похоже не на рост пятерочкой а на обычную троечку как она собственно говоря и выглядит но ничего держим пальцы крестиком и ждем bitcoin по 100000 первая новость которая уже совсем наверно не новость уже старая бородатая шутка эфир 20 у нас опять задерживается и он уже будет у нас во втором квартале 2022 года то есть подождать но еще полгодика можно поманить с такими-то курсами легко отбиться даже если вы купите видеокарту 7 пи 170 x который стоит точнее больше четырех кострев баксов а вот кстати и новость по поводу 7 пишки которые публиковал на вкладке сообщества вот она появилась на одном из сайтов по стоимости 4650 ёпти карл и это она без охлаждения до майнер соленые на своем канале столкнулся с проблемами и охладить то есть нужно туда специально мощный кулер который будет в нее дуть иначе ей будет очень жарко и вот у прям целые коробки бери не хочу на шару всего 4 600 также стоит напомнить что сегодня идет отчет по американским гигантам технологической сферы это такие компании как google там 3 м фейсбук amazon и ebay эти все компании отчитываются на этой неделе кстати многие из них отчитываются именно си сегодня или для вас вчера во вторник еще хорошие новости в мире криптовалют мастеркард в скором времени ведет платежи в криптовалюте в сотрудничестве с бакта об этом она сообщила 25 октября все партнеры мастеркард в том числе банки ретейлеры финтех компании ближайшее время получит доступ к торговле криптовалютами смогут покупать продавать хранить эти цифровые активы используя кошелек ну естественно от компании бакт собственно говоря акции компании бак на этом слухе на нью-йоркской фондовой бирже взлетели на сто восемьдесят четыре процента а еще в сентябре бак сообщала сотрудничество с google чтобы позволить пользователям приобретать товары и услуги за биткойн и другие криптовалюты через кошелечек и платежную систему google pay наш умевший китайский застройщик evergrande с долгами в 300 миллиардов возобновил работы на десятки своих объектов то бишь начал строительство еще что очень важно как я говорил ранее у них было по моему 30 или 45 дней чтобы выплатить проценты своим вкладчиком иначе у них бы наступил дефолт и они такие это сделали они расплатились на сумму 83 миллиона чем отстрочили свой дефолт но там каждый какой-то период приходит им срок выплачивать дивиденды и прочие всякие процент и они должны это делать там не позднее чем там 30 40 дней чтобы не наступил им дефолт по информации evergrande расплатится еще и по ряду других облигаций со следующим сроком 29 октября еще две недели назад я публиковал новость о том что капитализация spacex превысила 100 миллиардов а состояние илона маска взлетела до двухсот двадцати трех миллиардов но он естественно на данный момент самый богатый человек в мире но это не все есть такая гигантская компания по прокату автомобиле как hertz и она заказала 100 тысяч электромобилей tesla model 3 на сумму 42 миллиарда а и он сказал что все экземпляры проданы без скидок потому что и так дефицит поставить автомобили нужно до конца 2022 года то есть 14 месяцев есть у илона маска а на данный момент у компании hertz 500 тысяч легковых автомобилей и model 3 им были проданы по цене 42 тысячи долларов за штуку сейчас их цена 44 цены немножко подросли илон маск продолжает баловаться своим твиттером и на этот раз он отвечал на вопросы чё же у него там крипто портфели есть и в крипто портфельчик у него bitcoin эфирчики доги coin а на вопрос по поводу шиба и ну он сказал что у него ее нет и она резко дернулась вниз на целых 15 процентов но этих 15 процентов уже давным-давно нет все в общем-то летит в космос и у нас сейчас шиба ну буквально 5000 сатошиков обновить свой исторический хай но теперь к железным новостям процессор м1 макс от apple не сможет потягаться с 2080 как заявлялось раньше хоть у него и производительность 10 терафлопс что принципе сравнимо с ps5 или с той же rtx 2080 но терафлопс не имеет прямой связи с производительностью в кадрах в играх если же посмотреть на ее график тестах которые уже появились томрайдер например там и гикбенч и есть тесты то процессор м1 макс выдал там 83 кадра м1 про 57 а 360 десктопная с мощностью 70 ватт выдала 79 то есть реально м1 макс тягается скорее всего с 30 60 ти ай потому что 3080 ноутбучная с мощностью 100 ватт выдала уже 112 кадров компания айсбокс представила радиатор для охлаждения накопители м2 даже самый горячий не сможет против него устоять в нем есть даже 30 миллиметровый вентилятор и вот так вот это вот вся штука выглядит ну крепление такое обыкновенное да есть нижняя подложка крепление на болтах есть массивнейшая тепловая трубка и отдельный радиатор ну эта штука в общем-то ядрёным то есть управляется она 4 пиновым разъемчиком то есть все там регулируется размеры так 30 миллиметров 4 по 4 пина так 22 на 80 ну классический размер естественно есть термопрокладки трубочку еще можно наклонить кстати очень удобно потому что слоты могут быть как перед видеокарты такие выше видеокарты так что может пригодиться чтобы не мешать там процессорному кулеру продумали ребятки и эту штучку можно купить на амазоне ребята и стоит себя прекраснейшая штука 52 бакса ссылочку оставлю в описании может кому пригодится штука довольно кстати хорошая и вот тут у нас есть варианты даже с другими кулерами если мы вот зайдем вот в раздел бренда а из бокс и вот здесь мы вот выберем hit sync то в общем то мы сможем увидеть еще несколько других вариантов кстати у меня вот такой вот стоит на кулере продай заказывался алиэкспресса какой-то ноунейм ну в общем то справляется со своей работой там 55 градусов больше не греется мой с на 750 black и вот в общем то вот это вот новиночка наша да и вот принципе у них был очень даже такой себе очень похожий даже на двух тепловых трубках в общем заглядывайте смотрите и последняя новость но не самая плохая а очень даже хорошая и важная это seagate уже подготовила к выпуску 20 терабайтные диски и непростые диски на данный момент на рынке присутствует 20 терабайтные диски только с технологией hammer где область диска перед тем как будет записано должна быть нагрета из-за высокой плотности записи и специальных материалов которые там применяется просто так магнитная головка не может перезаписать данные в этой области их нужно предварительно нагревать это может быть нагрев лазером как у seagate а или western digital применяла микроволны а вот эти слова типа hammer и еще другие слова которые вы сейчас от меня услышите и в общем то про диски и технологии их будущее я снимал отдельное видео на 20 минут так что очень рекомендую посмотреть вот это видео вот так там называется hd на 50 терабайт когда они будут и какие технологии будут применяться рекомендую посмотреть в общем эти новые 20 терабайтные диски будут использовать технологии перпендикулярной записи то есть пмр и будет использоваться двухмерная магнитная головка так называемая тиди мар там в общем то идет две головки они не пишут одновременно но вторая выступает в роли калибровочной опять же об этом я говорил в том видео и в общем то уже с сентября seagate начала наращивать объемы этих дисков на своих складах так что в общем то скоро мы их уже увидим в продаже и еще есть очень хорошая новость также я рассказывал в том видео что есть такая технология как мак-2 это использование двух разных актуаторов то есть двух независимых магнитных головок в одном диске усе гейта это диски были на 14 терабайт которые назывались мак 2 x14 вот так вот собственно говоря они выглядели но с виду обычный диск но внутри у него вот так вот расположенные две магнитные головки и работают они параллельно то есть по факту 14 терабайтный диск представляет из себя два 7 терабайтных диска которые работают в рейде интерфейс у них у них естественно сасовский то бишь серверный на 12 гигабит но скорость ребята какая у него скорость это 524 мегабайта в секунду то есть это как обычная ssd ну и айопсы как для жесткого диска просто космические 304 и 384 ну кэш память обыкновенная всего лишь 256 мегабайт в секунду в общем то эти диски тоже в скором время появятся на рынке потому что отзывы от клиентов которые их тестировали очень хорошие то есть и 20 терабайтники hammer с подогревом они тоже уже довольно давно несколько лет находятся на тестировании у крупных клиентов таких как microsoft и то же самое с дисками mac 2 и отзывы в общем-то от них хорошие и они ожидаются в продаже в общем а на этом ребятки с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр и до скорых встреч всем пока